Типичный новый дом в обычном спальном районе Барнаула. Приличные с виду жильцы. Неожиданности начинаются с лифта. Их два, но почему-то когда работает один, второй стоит. А это пожарная лестница. Целая галерея. Показать все творчество не позволяет цензура, а так хочется. Вечером здесь нет света, а дети по лестнице ходят. Ведь лифты часто не работают. Встречаю, потому что демень, вот это вот синаписи. Да, лестница, напомню, пожарная. А дверь на верхнем этаже наглухо закрыта. Жильцы рассказывают, топит дом по нескольку раз в год. В управляющей компании якобы говорят, сами виноваты, выбрасывайте в канализацию то, что нельзя. А вот поставить унитаз прямо посреди подвала, это оказывается можно. Со слов управляющей компании, для отходников установить санузел. И последний раз затопило канализацию, именно из унитаза все вышло. И все это богатство дом нажил всего за 7 лет. Проблемы, рассказывают жильцы, начались ровно после того, как они решили создать совет, чтобы контролировать деятельность управляющей компании, и попросили руководителя рассказать, куда уходят деньги. Мы хотели найти общий язык с действующей управляющей компанией, но сама управляющая компания прямым текстом заявляет, чтобы мы уходили. И сейчас, как следствие нашего обращения, суд не вышло у нас уже с понедельника. Уборщица не убирается подъезд. С 13-го числа нам отключили горячую воду. Вернули водоснабжение почти через неделю. И только после того, как люди обратились к главе района. А снег жители по-прежнему чистят сами. Мы добивались трактора, а трактора нет. То есть демонстративно приехал трактор в соседний дом, который тоже обслуживает данную управляющую компанию. Нам в тракторе было в грубой форме отказ. Жильцам в управляющей компании говорят, недостаточно денег. Маленький тариф, дом одноподъездный, жителей мало. Да еще и, добавляем от себя, законы знают. Например, недавно жители выяснили, что они платят за текущее содержание жилья и за отдельную строку уборка подъезда. А это незаконно, ведь уборка подъезда уже включена в текущее содержание. Хотели люди участвовать и в комиссиях по осмотру дома. Не включают. Жители идут, смотрят сами, но их претензии не учитывают. Всего, говорят, накопилось 50 актов по обслуживанию дома. Документы в суде. Ты знаешь, что это хорошее, что это? Ты просто взял и под машину кинул. А я вот скользко, я блядя меня спорю. Почему бы нам не кинулся под машину? Что вы говорите? А вот и руководитель. Говорит, случайно проезжал мимо. Правда, перед камерой сегодня Василий Александрович несловоохотлив. Разве что в жанре творчества, которое не смывают в подъезде. Василий Александрович, здравствуйте. А можно под камеру? Нет, я под камеру не буду. Если хотите, поговорите, вы найдете камеру. Официальный комментарий можно вас подпадать? Походите в офис, переговорим с вами за камеру без камеры. Официальную позицию руководитель обещал пояснить завтра в восемь. К слову, менять управляющую компанию жители все еще не хотят. Говорят, помочь бы вместе навести порядок. Если, конечно, удастся найти общий язык. Евгения Даровская, Алексей Фрезин. День с толком. День с толком.